Ну и снова всем здравствуйте! В эфире уже седьмой выпуск нашей программы для фитнес-тренеров Pump-продаж. Вопрос, который я сегодня выбрал, он является нашей профессиональной болью, а именно он такой. Тренер отводит клиента в отдел продаж, после его согласия заниматься персонально клиент там что-то обсуждает и потом не приходит. Либо сам тренер уже напрямую договорился с клиентом о первой персональной тренировке, например, завтра в 7 или 8, ну и, соответственно, клиент также пропадает. Вы знаете, проблема в том, что в нашем бизнесе почти всегда согласие клиента заниматься персонально и сама явка на первую оплачиваемую тренировку, они разорваны. Между ними проходит день, два, даже может быть больше. И вот в это окно многие клиенты пропадают. В моем опыте все-таки закрыть всех клиентов невозможно в силу вот этого провала, можно лишь только грамотными действиями минимизировать потерю. Давайте проговорю свой взгляд на вещи. Когда клиент говорит, да, я завтра в 7 приду и не приходит, мне кажется, есть две проблемы там могут быть. Первая проблема или природа неявки клиента. Клиент вам выдает ложное согласие, потому что до этого его чего-то не устроило. Цена может быть, не знаю, тренер мог не понравиться, не та презентация, ну все что угодно. Но ведь ему важно выглядеть, знаете, вежливым и тренер же все-таки старался сейчас и трудно не обижать этого тренера. Он говорит, окей, хорошо, я приду. А сам решил, что он, конечно, не придет. Это первый сценарий и второй сценарий или природа неявки. Клиент реально понимает, что все, я хочу заниматься и буду заниматься и выдает вам истинное согласие. Но проходят два дня, которые должны дойти до первой тренировки. Мотивация потом его падает и он не приходит. Вот две проблемы. Чего делать здесь на уровне механики? Вы знаете, неявка клиента на тренировку, это, конечно, не болезнь, а симптом. Нужно болезнь лечить. Друзья, болезнь наверху, буду говорить, опять 25, одно и то же. Нужно до закрытия все сделать правильно с точки зрения техники продаж. А именно, нужно понимать клиента, под него подстраиваться все-таки эмоционально. Надо выяснять потребности, слушать, что он хочет. Нужно проводить грамотную презентацию, как было правильно, я обсуждал подробно в сессии третьей. Смотрите у меня на моем канале. Нужно предлагать купить. Обращаю внимание, что нужно тренеру самому называть цену. Нужно закрывать сделку. Не в отделе продаж, нужно самому это делать. Это крайне важно. И вот, когда я закрываю сделку, когда клиент говорит, окей, да, я согласен, то мне нужно включить внутреннего менеджера такого, знаете, который конкретно все закроет. Во сколько, когда, что, оплата, цена и так далее. Нужно все это проговаривать спокойно с клиентом. И второй момент. Он очень тонкий. Это называется калибровкой. Когда я закрываю сделку, я внимательно смотрю на ответы клиента, не на то, что он говорит, на то, как он говорит. И знаете, у меня бывает такое. Я тоже продаю, и я кому-то что-то рассказываю, и вдруг я понимаю, что ухо человека от меня отодвинулось. И я понимаю, что он меня слушает формально, и просто он ждет, пока я закончу. К чему это? К тому, что когда тренер все-таки фиксирует время, записывает, и он может наблюдать, что клиент дает формальный ответ, такие, знаете, ну там, завтра в 7. И вот, когда я тонко калибрую, что все-таки ответы социально ожидаемые, вот в этом случае, знаете, нужно набраться первое внутренней такой смелости, спросить про это и быть откровенным. Ну, знаете, когда я закрыл сделку, что-то мне подсказывает в поведении клиента, в интонации, что он как-то может быть не прийти. Я спрашиваю спокойно, вы знаете, Владимир, вот на сколько процентов все-таки вы решили у меня персонально заниматься? Есть ли какие-то сомнения, которые можно сейчас обсудить? Ну, чтобы я время зря не бронировал. Или, например, пойти через свой график. Вы знаете, вот месяц окно, которое зафиксировал в 6, вот я точно за вами бронирую? Есть ли какие-то сомнения? И вот, когда я так у клиента спрашиваю, если были сомнения внутренние, то клиент что-то скажет, и потом можно что-то обсудить. Например, в дорого уйти, либо что-то еще пообсуждать. Вот такие вещи нужно делать. Коллеги, напоминаю, что полный мой бесплатный курс по продажам, где все тонкости эти рассказывают с заданиями, есть на моем сайте academy.sfit.ru. Прямая ссылка есть на моем профайле. Кликайте, заходите, дело для вас. И в финале такая, знаете ли, триада эффективного закрытия сделки. Первое. Сделать все правильно в общении с клиентом с точки зрения техники продаж до принятия решения, чтобы получить истинное согласие. Второе. Включая внутреннего менеджера, четко закрывая сделку по времени и так далее. И третье. Наблюдать за реакцией клиента, и когда возникает подозрение, уточнять возможные сомнения клиента, прояснять. И вот тогда намного больше будет все-таки закрытых сделок. Друзья, всем удачных продаж. На связи.